Приветствую вас, во-первых, давайте сразу скажем так, что совершенно очевидно, да, что происходит перенос, а вы переносите свои невысказанные, невыраженные чувства, желания, невыраженную активность, вот, на эту ситуацию с ребенком, с моим, в целом, вот, то есть не то, чтобы это прям совсем плохо, не то, чтобы это прям совсем что-то такое негативное, но надо сказать, что прокрутка в голове конфликтов, это в первую очередь невозможно завершить этот самый конфликт, то есть невозможно выразить свою позицию по тем или иным ситуациям, в тех или иных моментах, моментах по тем или иным вопросам, вот, невозможно, невозможно это сделать, вот. Почему вы не можете это сделать? Почему вы не можете, к примеру, в реальном времени, да, выражать свою активность? Это уже вопрос, это уже вопрос, на самом деле, больше именно к вам, нежели чем к этим деденькам и даже к ребенку, к ребенку, примерно, да, вот. Дальше, значит, нужна ваша четкая позиция по данному вопросу, то есть, ваша реакция на конфликт связана с восприятием, я бы сказал, что с весьма, ну, таким, знаете, неверным восприятием, я бы сказал, то есть, я бы сказал, что ваше восприятие, оно не совсем верное этого, этого самого конфликта, этих самых конфликтов, то есть, то, как вы воспринимаете конфликт, воспринимаете вы это на личный счет, является существенной проблемой для вас и означает, что и для вашего ребенка. Вот. Ваши неуверенности в себе, ваши страхи, возможно, отсутствие собственной значимости. Ну, чувство собственной значимости. Вероятно, чувство вины, которое у вас, ну, может иметь место быть, может иметь место быть, не говорю, что это прямо вот, обязательно есть, ну, может иметь место быть, все это сочетание, не позволяет вам иметь четкую позицию по тем или иным вопросам, по тем или иным позициям. Вот. Значит, что нужно? В первую очередь, нужно расставить все точки над И, в том смысле, чтобы определить, что конкретно вас задевало. То есть, задевает ли вас, к примеру, именно то, что ребенку грубят? Ну, если да, то чем? О чем вы беспокоитесь в этот момент? Беспокоитесь ли в этот момент вы, к примеру, о себе больше? Или беспокоитесь в этот момент вы, к примеру, больше о ребенке? Ну, если вы беспокоитесь в этот момент, к примеру, больше о ребенке, то, наверное, вы знаете, что нужно сделать для того, чтобы ему было хорошо, но почему-то не делать. То есть, по сути, по сути, важная проблема в том, что вы не выражаете свою позицию, во-первых, и во-вторых, проблема заключается в том, что вы явно воспринимаете это чересчур болезненно. Вот, собственно, те аспекты, которые, на мой взгляд, являются проблемами. Вот. Давайте обратим внимание на ваш вопрос. Вы пишете, вы пишете, как перестать долго переживать за какие-либо конфликты? Чтобы перестать долго переживать за какие-либо конфликты, нужно поменять свое поведение, сделать его более отражающим ваши, к примеру, проблемы. То есть, сделать его более защищающим ваши собственные интересы. Ну, и интересы вашего ребенка, конечно же, тоже. Потому что без этого, как бы, невозможно. Вот. А просто так, до тех пор, пока вы следуете такой позиции, что что-то происходит, да, что-то негативное происходит, я ничего, к примеру, не делаю, а потом, соответственно, прокручиваю. До тех пор, пока ситуация складывается так, ну, вряд ли у вас будут какие-то существенные улучшения. Потому что энергия, энергия, которая у вас есть, энергия, которая должна быть направлена, к примеру, на то, чтобы защитить ваши интересы. Вот. Она, эта энергия, по факту, никуда не девается. По факту, эта энергия никак себя не выражали, поскольку она должна быть, поскольку она имеет место быть и должна быть, то это все так, по сути, дел и будет. И будет до тех пор, пока вы что-то в своем поведении не измените. Вот. Не совсем понятно, почему вообще происходят такие, такие истории. То есть, как бы, ну, вы говорите, к примеру, о детских площадках, где играют дети и делают замечания вашему ребенку, другие родители, другие мамочки, да. Вот. А за что они делают, делают ему замечания, 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 вот. За что они делают замечания ребенку вашему? Вот. Вы совершенно точно можете выработать к этому именно свое адекватное отношение. Вот. И с тем, чтобы не реагировать на это столь болезненно. Конечно, при условии, если вы сами являетесь, ну, скажем так, гармоничной личностью, да. Вот. Если гармоничной личностью вы не являетесь, то, конечно же, здесь будут серьезные проблемы. В целом, мне кажется, что корень, так сказать, корень сложности, корень негатива, корень конфликта, лежит не в этой плоскости, не в плоскости того, что на детской площадке там кто-то кому-то что-то не так сделал, не так сказал и так далее. А корень лежит, скорее всего, в другом. В том, как вы относитесь к себе и относитесь к ребенку, вы относитесь к себе хорошо, имея вы четкие личные границы, и будь вы уверены в себе, никто никогда не сделал бы вам никаких замечаний, никто никогда не повел бы себя так, так, как, ну, так, как вот ведет сейчас. Вот. То есть, как правило, данная позиция возникает, если, ну, мы не берем в расчет какие-то откровенные нарушения, да, если мы не берем в расчет какие-то откровенные, какие-то откровенные, ну, откровенно провокационные поступки, вот, от страны, например, вашего ребенка. Вот. То, как правило, это возникает тогда, когда родители чувствуют себя жертвой, когда родители чувствуют себя ниже, чувствуют себя ниже, чем, ну, другие. Вот. Понимаете? И, судя по тому, что вы переживаете, судя по тому, что вы снова и снова, да, перебрасываете через себя все вот то, что произошло, судя по этому, надо сказать, что вы именно такой человек. То есть, вся ваша активность, она, по сути, протекает вот где-то, ну, где-то в вашем, в вашем сознании, вашем, в вашем, возможно, подсознании, вот, но ни в коем случае не в реальной жизни, а без реального отображения того, что с вами происходит, проигрывать конфликты вы будете постоянно, ведь не так работает механизм защиты. Вот. Поэтому я рекомендую вам смотреть, пожалуй, именно в корень проблемы, а не на его внешнюю часть, с которой вы и так, собственно говоря, уже столкнулись. Давайте сейчас посмотрим, что можно еще добавить. Значит, так, на площадках детских часто возникают ситуации, когда люди начинают что-то говорить против ребенка и делать ему грубые замечания, об какой причине вы это не пресекаете, например. То есть, говорить против ребенка никто против вашего права не имеет, да, замечание ему делать также не имеет права. Это нужно пресекать в корне, да, и, соответственно, говорить, что если вы, допустим, чем-то недовольны, да, что делает мой ребенок, то, соответственно, обратитесь ко мне и мы все решим. Вот. То есть, тут, да, вот, знаете, личная граница. Я потом долго переживаю. Из-за чего? Мотаю все в голове и так во всем. Что именно все вы мотаете в голове и что именно, что это значит во всем? То есть, вы описываете механизм навязчивости, вы описываете механизм навязчивых мыслей, которые, значит, ну, ограничивают ваше мышление по факту. Вот. То, что вы описываете. Навязчивые мысли – это уже ваши навязчивые мысли. К ребенку отношения это не имеет вообще никакого. Вот. Ни близко никак. К ребенку это отношения не имеет в принципе. Поэтому очень важно, чтобы вы отделяли, чтобы вы отделяли, к примеру, свои вот эти вот мысли, да, от того, что, к примеру, ну, касается непосредственно вашего ребенка. То есть, еще раз, это вопрос мотивации. Вот. Это именно вопрос мотивации. То есть, что для чего и почему я делаю, что для чего и почему я переживаю, к примеру. Да? Вот. Вот это важно. А то получается такая история, что ребенок, грубо говоря, к примеру, страдает, да, ребенок страдает, именно ребенок, а переживаете выехать. А ребенок, может быть, уже забыл. Да? Вот. А какие именно действия вам предпринимать с реакцией на подобные высказывания, это уже нужно исследовать. Да? Потому что тут нужно смотреть, что это все-таки за реакцией. Вот. И так далее. Но, конечно, поскольку это негативно влияет на ребенка, то эти реакции в любом случае нужно исключить. Вот. И, возможно, задуматься о смене детской площадки. Если уж там такие люди, потому что других людей вы не поменяете. Вот. Либо, либо тут нет, есть особая воспитательная история, к примеру. Вот. 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 Допустим, если у вас прям совсем нет площадок, площадок других детских, вот, к примеру. А ребенку все-таки нужно, допустим, играть где-то. Вот. Что можно, к примеру, к примеру, можно не обращать внимание на то, что говорят эти люди, ни вам, ни ему. А ребенку объяснять, что люди делают это, ну, к примеру, не, ну, не со зла, к примеру. Да, они делают это там, ну, потому что, вот, у них не все, не все в жизни хорошо. Вот. Добрый ребенок, соответственно, учесть воспринимать какие-то такие вот негативные истории для себя совершенно спокойно. Вот. В жизни ему это очень поможет. Поможет. Поверьте, поверьте мне, я знаю. Вот, в принципе, так, так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, и я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Помните, пожалуйста, что ваша жизнь, ваша активность только в ваших руках.